Я попытаюсь провести некое сравнение и различие о причинах и об истоках тоталитаризма, например, Германии и России. Но так как сегодня такой день большей части мы говорили про Германию, то, наверное, Германия из Германии я и начну. В этом месте ровно год назад на этой конференции и вас очень удачно говорили о немецком воплощении абсолютного духа и о Гегеле. С Гегеля же я, наверное, и начну. Гегель как завершающий этап реформации привел потихонечку о менях к этому выступления и размышлениях. Ведь что дала реформация, как и то? Была, всегда была в Европе на протяжении двух или полутора тысяч лет была церковь. Церковь, как всегда и навечно, как казалось, установлена на ныне мост. Мост между людьми, между небом и землей. И тут вступает в дело Лютер. И Лютер оставляет от этого моста такое жалкое подобие, ибо он утверждает, начинает утверждать человека как самого по себе. И да, человек сам по себе, забегая вперед, уже утвержденный, имеющийся к фашизму, он может быть сам. Человек сам по себе, будучи утвержден в том, что он здесь и сейчас, и что вот Рак, как он действительно верит, то все уже и хорошо. И он сам остается здесь погружен в свои заботы, но он сам остается и разбираться со своими тяготами. Тяготы без вознесения к Богу, который все-таки может один нести тягот человека, человеку нести тяжело. Ибо человек не может без Бога перенести, так скажем, катарсис всех этих тягот. И сбегая, опять же, немножко вперед, и вот этот фашизм становится неудавшимся воплощением такого неудачного катарсиса. Это и будет начавшееся преддверие нигилизма. Здесь мы можем процитировать Ницца кратко, который сказал, что да, сейчас такой момент, когда вся культура уже становится нигилистичной. И давайте возьмем и утвердим человека. В первую очередь проблема реформации в том, что прекратил существование тысячелетия существовавшей объединенной католической унии. И когда некогда все страны и все народы, западная Европа, мы говорим сейчас большую часть, они, жили и существовали под единым руководством Римского Павла. Да, конечно, возросло после реформации так называемое, за кавычки, национальное состояние народов. Да, партизантизм повысил, собственно, просто образовательный и культурный уровень. Да, и миряне получили больше права в управление церковью, а граждане, как мы убедились во время сегодняшней конференции, пришли в итоге к управлению страной. Но только католицизм сохранил особенную и нормальную, и реальную, и единственную верную вертикальную связь с Богом. И тут мы можем смело утверждать, что в католических странах такого тоталитаризма, как произошло в Германии, наверняка не могло бы получиться. И даже можно смело сказать, что в этом смысле, например, Муссолини в католической Италии более приемлемая даже фигура, чем Гитлер. И вряд ли мы можем так со словами наполнения, как предположить, но вряд ли бы там все пришло в такую форму. Потому что немец все-таки реформация привезла немножко другое моральное состояние человека у простого немца. Потому что немец прямой, немец честный, немец идет в этом смысле до конца. И если, как выражался, конечно, Тюнчев, «люблю я» «люблю я литерам благослужения, обряд их строгий и простой» Да, строго и просто, но в этой простоте и утеряно дорог их не было. К сожалению, это главная причина той корреляции к человеческому, которая дала реформацию в Германии. Была задумана просто корректива католичества, но подлинно заменить целиком католическую церковь не удалось. Лютер хотел, чтобы Рим ушел, чтобы Рим не осталось. Но, слава Богу, Рим остался как единственная дорога к небу и как единственная полнота церковного услужения. И вот философия Гегеля, мною лично глубоко почитаемого и глубоко любимого, и даже я, собственно, и дипломную работу в институте с помощью ВУЗ, когда я смогу закончить по нему, все-таки выдворяет абсолютного духа без прямого соотношения с Богом, то есть человек своими силами. Я немножко не буду здесь вдаваться в длинное благословское объяснение, либо уже вечер, и немножко все не располагают таким объемом времени, которое хотел Ланды. Но что я хочу сказать, что Ницше через Шопенгауэра и вот эти немецкие вещи, они и пришли, они хотели дать и пытались дать человеку ту полноту, которую человек сам по себе дать не может. Не может дать человек полноту, которую может дать только один Бог. И все эти построения, которые привели к тоталитаризму – это и есть попытка дать завершение, попытка дать полноту там, где ее, в принципе, невозможно дать. Человек не может дать абсолютно, ибо человек не абсолютен. Только потому, что обретая полноту в Боге, мы только тогда можем создать собственную неполноту. А люди массы, о которых мы сегодня идем речь, ведь они сами себя ощущают полнотой. Но это только ощущение, это иллюзия. Человек массы, он в себе человечке полнота, но он не полнота в том смысле, в котором полон только человек, соотносящийся к Богу. И вот, собственно, вот то негативное, что принесла реформация. То есть ушло центрирование всей европейской цилизации, тысячелетней, центрирование на Бога, рассматриваем Германию, ушло, а полнота, к сожалению, не пришла. И вот реформация вместе с такой, что в одно время случившись с 19-19, начало 20-го века полностью уже революцией технической, и разрушила этот образ центрированного на Бога человека. И человек, как существо, с ощущением себя в центре вселенной, как родного дома, с центром Бога, он дал место другого человека. И вот этот элигатаризм, как фашизм, целиком и построен идеологически на таких мифах, что надо дать человеку полноту, и попытка дать этому полноту от национализма, о котором мы сегодня много уже говорили перед предыдущим элигатарщиком. Этого только было и нужно человеку. Человеку это было как бальзам на душу людей, которые ощущали интуитивно эту неполноту, которая дала вот этот массовый порыв людей. Именно и дала этот порыв массы, которая дала вот это ничтожество, которое воплотилось как их лидер. Потому что, получив идеологию, о которой мы сейчас говорим, и вкупе с ней человек, уже имеющий новые источники и комфорта, и, скажем, не богатства, а ощущение уверенности в материальном смысле, у массы людей было уже ощущение легкости жизни, ощущение такой легкой нравственности, практически отсутствия нравственной требовательности к себе, отсутствие требования к себе, к настоящему себе и будущему себе, отсутствие уважения к труду и к таким традиционным веками в Европе исповеданным нормам жизни. И получился, что решенные достоинства человек, собственник сам себе себя, удовлетворенный жизнью, ощущая себя таким, как все, посредственным, либо отличаться, собственно, от массы не очень лично. Но все-таки ощущение этой неполноты, и ощущение того, что полнота где-то есть, и ее эту полноту ему навязывают, ему ее утверждают. И человек выбирает самозванца, как некое воплощение той полноты вместо Бога, который… Да, он на сумме такое, да? Да, кажется, все, да. Можно сказать так. Неприличный диалек. На непривычном диалекте. И вот человек массы, решающий власти, и есть, как последствия реформации. Это фюрер и есть. Здесь в завершении про Германию я хотел бы просто дать себе как образец. Был заговорщик Юнгер, которого, по-моему, единственным его пощадили. После заговора Гитлер убил его раннее выражение. Еще Ромбель застрелился. Ну да, такая пощадая. В сороковые годы Юнгер никаких, конечно, иллюзий не питал. Про фюрера он уже понял, что его мечта, о которой он в 30-е годы говорил, что вот сейчас из-за массы поднимается… Он говорил о Гитлере так, что это преддверие того фюрера, это уже практически тот фюрер, тот лидер нации, который в себе и воплотит всю эту мечту и так далее и тому подобное. Вот сейчас поднимется человек из массы и поднимется над нами и приведет нас к вечному рейду. Но невозможность поставить в абсолютном конечное – это, собственно, и есть последствия, я бы сказал, регионно-богословского взгляда на произошедшее в Германии последствия реформации. Вот именно попытка поставить человека вместо абсолютного бога и разрыв этой ниточки, точнее отрыв ее. Что касается Германии. Касаясь же России дело и интересней, и вместе с тем и трагичней, и вместе с тем в каком-то смысле смешнее, если можно смеяться над такой историей. Я вынужден процитировать ряд работ. Мне, опять же, в этом помогает здесь один из лучших знатоков русской души – Ильин, которого также мы очень любим и чтим. В приватных беседах с некоторыми из вас говорили о том, что сейчас мы в хорошем месте, с хорошими людьми. Я смело цитирую вещи, за которые всего лишь 30-40 лет назад, за цитату такую, о которой я сейчас буду говорить, и за то, что у меня будет книга, можно было бы получить семь летю. Мы жили в таком странном государстве, которое, как-то уродливо извернувшись, родило то, что нас сюда к вам привело. Здесь мы сейчас. Значит, о том, что Сталин – это универсальный портрет советского человека, мы говорить, я повторяться уже не буду. Спасибо уже предыдущим выступающим. Многие тезисы уже были прояснены, на самом деле. В этом и привести таких конференций и таких встреч. И, конечно, когда идет обсуждение такое в круге, то та вещь, которую ты, может быть, хотел, считая себя желающим блестнуть, ту вещь, которую ты хотел сказать, когда разговор находит до тебя, кто-то уже сказал. Это очень хорошо. И это снимает что-то и дает… Я сейчас буду говорить о тех вещах, которые я, в принципе, еще не собирался, потому что какие-то вещи уже, оказывается, были сказаны. В России, если почему-то территорные тенденции возникли в русском православии, то корни их имеют, конечно же, другие абсолютно вещи, чем реформация Германии. Но у нас не было ее тогда, по слову Богу. Но Россия взяла себя… Еще не сюда со словами. Как все мы, наверное, знаем, Россия сама себя назначила наследницей Византии, и в наше православие все свои корни духовные и обрядовые взяла из Византии, из греческой церкви, конечно же, тоже. В Византии ключевой фигурой религиозного воплощения, то есть стяжка религиозности Византии – это истихазм, по ламе, то есть это такой духовный атлет. Человек всю свою жизнь, имеющий мистические, духовные, тяжкую работу, его сравнивают с тяжелым атлетом, имеющий прямой контакт с Богом. И вся церковь, как окна вокруг этих, скажем, истихастов, которые имеют этот контакт, благодаря которому и живет все это государственно-церковное объединение. Для России истихасты – это тоже довольно типично для нашей культуры. У нас истихасты можно назвать и родилы, которые возникли, опять же, в те времена уже начали возникать, когда мы себя назначили наследниками Византии. И эти истихасты и уродивы были некоторые писатели российские. Так же духовными атлетами можно потом, ну, уже закавычив, назвать в дальнейшем и нигилистов, и революционеров, ну, и позднее смелых диссидентов, которые, не боясь вокруг себя, в себя клали на, так сказать, на алтарь жертву уже, чтобы что-то произошло с позднесоветским государством. И вот, начиная от Византии, как я сказал, в основном принятие церкви на службу государства концентрировалась в отдельных личностях неспроста. А там мы понимаем, что все время были угрозы. Угрозы варваров извне, угрозы каких-то еще просто не дружеских государств, какими были войны. И таким образом, к сожалению, Великие отдала все внешние, то есть путем концентрирования на этих стяжках или сгустках прямого общения с Богом, все остальные функции постепенно церковь, управленческие и иные функции, которые могли регулировать внешнюю деятельность церкви, постепенно отошли, не то чтобы под контроль государства, но под управляемость от государства. Это перетекло, конечно же, и в России. Православие косвенно и пассивно в Византии все более и более потихонечку жизненного пространства и свободное время отдавало государству. И сама церковь и развитие и способствовало развитию этой светской власти. И в этом как раз это и стало похоже на Советский Союз. Потому что в случае опасности в той же Византии вот эта сфера из-за того, что существовали эти духовные исихастые атлеты, могла сжиматься вообще до состояния нескольких атомов духовных, внутри которых жила живая жизнь. Да, и внутри них христоцентризм оставался незатронным. Но все остальное не могло уже рассчитывать на правительство священной власти и отдавалось в распоряжение власти светской. И я здесь процитирую небольшой отрывок. Вы будете удивлены. Это не из советской тайной полиции и не из Ивана Грозного философия будет сейчас цитата. Цитата будет из трудов одного из самых великих восточных христианских теологов. И именно из Симеона Богослова. Из Симеона Богослова. Такой пассаж. Худо, конечно, подсматривать за кем-либо. Любопытно разведывать, что говорит или что делает ближний наш. Но это тогда только, когда кто делает эту схудрую целью, чтобы охудить его, или обесчестить, или ослабить, повсюду разглашая, что видел или слышал. Но, если кто делает это в доброй целью, чтобы исправить погрешности ближнего своего, с любовью к нему, благоразумием и знанием дела, то это не хуже. Удивительно, как это коррелируется с какими-то вещами, о которых мы сегодня немного говорили. Соответственно, в результате таких сращиваний государства и церкви, к сожалению, ни одна уже не мистическая ценность церкви не осталась уже поднанной еще в Византии. Да, они никогда полностью не отвергались, но принижались и ставились в зависимости от государственных интересов. И получается, что всякая ценность в России от Византии пришедшего, которая претендовала, например, на первичность, экономический, культурный интерес, права, личность, искусство, все это отдавалось на финальный досмотр государства. И была им уже, можно сказать, терпимо, но уже не как первое, а только после того, как государство превращало это в себе уже, в какой-то орган государственных институтов или в функции. И таким образом государство сохраняло безусловно неприкосновенность вот этой вот религиозных центров православия и постепенно под себя вбирая, и таким образом тогда и там зародились вот эти мощные механизмы контроля народного сознания. Именно в византийской традиции. Конечно, мы не говорим, что все в России именно так вот вообще. Об этом, конечно, написано тысячи, десятки, наверное, тысячи километров. Конечно, мы просто хотим понять, почему так, чтобы мы на таких встречах, как здесь, понимали, что пусть, как мы сейчас говорим, я не могу сравнивать нас ни с половой, ни с разным, но именно такие культурные сгустки, стяжки и центрированные, они и дают возможность понимать, что что-то живо. Осознавание того, что процессы, мы не претендуем на какую-то правомерность, вы говорите, что мы единственное право в этом мире, но ощущение живой мысли, живой жизни и дает нам такое некое моральное право соотносить себя с веком нынешним. Мы должны понимать, что благодаря вам, благодаря каким-то учителям, как здесь присутствующим, мы должны быть сами в себе собранными. Потому что дальше, учитывая опыт, который мы сегодня говорим, и то, что мы говорим в частных беседах, мы не знаем, что ждать. Мы должны просто жить в осознании того, что многое уже было, многое еще будет. И многое зависит от нас, от нас цельных, собранных суровых и трезвых, скажем так. Развивая же от Византии ушедшего в марксизм, марксизм, собственно, и оказался для поздней России наиболее на удивление подходящим идеологическим таким орудием. Со ссылкой, которую я только что читал, в историческом пути России. Можно прочитать цитату, не всеми нами любимую, но здесь просто хорошо придется цитату из Бердяева, о том, как меняется характер людей на улице к концу 19-го, начала 20-го века. Чиновник вничью учащаяся Россия начинает давать место иной, плохо одетой и дурно воспитанной толпе. На городских бульварах по вечерам теперь гуляют толпу молодежи в косоворотках и пиджаках с барышнями, одетых по-модному, но явно никогда не бывавшим в гимназиях. Они лущат семечки и обмениваются любезностями, стараются соблюдать тон, но при этом ужасно фальшируют. Разумеется, с этим разночинством сливается и выделяемый пролетариатом в верхней слое, отрывающийся от станка, но не переходящий в ряды интеллигенции. И вот сюда уже швёт деревня свою чистолюбивую молодёжь. Вот постепенные точки сращивания соприкосновения того исихазма с исихазмом по марксизму, они здесь и начинают стягиваться. Потому что и здесь и тут, и в марксизме, как обещание к чему-то будущему, и в марксизме, как обещание того, что нужно себя отдать, себя трудиться, и ведущая роль становится в ужесточении контроля за своей плотью, во имя, здесь даётся предпосылка какого-то ненятного будущего, там, конечно, даётся будущее предельно ясное, это христоцентризм. Обязательный мистицизм, который обещание чего-то несбыточного кому-то своим будущим поколениям в противопоставлении ясного предела Бога в исихазме по Аполоме. Можно сказать, что противопоставив готовность встречи Бога с лицом к лицу у исихазмов в Византии и готовность умилеть за дело партии, взращиваться в такой толпе массообразной. Ну, вот такие вот параллелизмы для всех вот них, дискоммунистической доктриной и данными. Ну, вот как-то так устало и судьбурно, наверное, я попытаюсь завершить. Спасибо. 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 Спасибо.